Сегодня мы поговорим с вами о женщинах, которые сыграли важную роль в истории вина и виноделия. Считалось и некоторым до сих пор считается, что виноделие это вообще мужская сфера и мужская индустрия. Но давайте говорить откровенно. В любой сфере есть такое понятие, как мастер своего дела. И это понятие не зависит от пола. Единственное, что может отличать путь к успеху мужчин и женщин, это то, что женщинам зачастую приходится проходить более сложный и более тернистый путь. Тем не менее, казалось бы, в такой мужской сфере, как виноделие, есть женские имена. И сегодня как раз таки о них мы с вами поговорим. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я была по образованию. Виноградарь именно дел по призванию. С нами все это понятно и доступно. И прежде чем мы перейдем к персоналиям, немножко поговорим о самой индустрии и о роли женщины в ней. К сожалению, до сих пор появляются такие комментарии у нас на канале, что, ой, что ты вообще женщины в нее понимаешь, и делали борщ, и женщинку мы никогда не допускали. Странно слышать такие вещи в 21 веке, особенно от взрослых людей, наши зрители это взрослые люди, ну как есть, так есть. Так вот, давайте с вами немножко окунемся в историю, может быть, даже не совсем в историю, а в легенды о том, как Мино в принципе появилось. Конечно, это может быть всего лишь легенда, но тем не менее, главная роль в этой легенде отведена женщине. Итак, кратенько. Жил был царь, который очень любил виноград, и для него ягоду сохраняли в сосудах. В одном из сосудов ягоды забродили, царь попробовал, сказал, что что-то тут не то, сосуд отставили в сторону и написали на нем яд. В это время у одной из наложниц, либо жен царя, сильно разболелась голова. Да так сильно, что она решила, что жить ей с этим не стоит, да, и пора заканчивать мучение. Увидела сосуд с надписью яд и выпила. После этого погрузилась в глубокий сон, а когда проснулась, то ей было хорошо, все головные боли прошли, она рассказала об этом царю, и с тех пор стали делать вино. Конечно, это всего лишь легенда, но мы видим, кому отведена в этой легенде главная роль. Ну и теперь уже обращаемся к более конкретным историческим фактам. Да, действительно, женщин в виноделии было крайне мало. Но если немножко подумать логически, то к семье есть свое объяснение. Смотрите, если мужчина работал на виноделии, то кому-то надо было его кормить, готовить еду, не из полу фабрикатов из ближайшего магазина, а кому-то надо было его кормить, стирать без стиральных машинок, мыть посуду, убирать жилища и так далее, и так далее. То есть у женщин было огромное количество домашних дел. С одной стороны. С другой стороны, опять же, если посмотреть логически на все, то труд на винодельни, даже на выращивание винограда, это тяжелый физический труд. Ну, собственно, поэтому женщин там было много. К тому же сборы винограда женщин не особо хотели подпускать, считая их не совсем эффективными и балкиливыми. Но, опять же, с другой стороны, посмотрите, как ручной сбор проходит даже сегодня. Ручной сбор винограда. Это адский труд. А там мы можем себе позволить, да, в спокойном темпе срезать грозди. А в коммерческом виноделии там все гораздо сложнее, там все надо делать очень-очень быстро. Ну, это очень тяжело, в принципе, даже не каждый мужчина справится с этим. Это первое. Второе. Женщин все-таки допускали к перебору ягод, потому что вот там как раз-таки внимательность, усидчивость, ну, такие более женские качества. И вот там они были очень полезны. В следующий момент, якобы, из-за физиологических особенностей, женщины допускали к тому, чтобы виноград топтать на ганну. Тогда, когда его топтали. Потому что не всегда и не везде это делали. Опять же, давайте просто порассуждаем логически. У женщин много юбок. Длинных, да? Ноги как бы оголять нельзя. У женщин много длинных юбок. Они ходят везде. Понятно, что юбки цепляются за траву, за много чего еще. А там никак не стерильно. Вспомним, что в славном городе Парижа помои выливали из окна прямо на мостову. Поэтому это логично. И опять же, для того, чтобы женщине топтать виноград ногами, эти юбки надо задрать. То есть руки оказываются занятыми. Но это не совсем удобно. Это с одной стороны. С другой стороны, посмотрите, вот так вот. Вот вплоть до сих пор на некоторых винодельнях топчут виноград для портвейна. Вот эти бравые ребята, умнявшись между собой, если не изменяет память, или 24 или 48 часов, вот топчутся в этом месиве. Смотрите, да, докуда им доходит уровень жидкости. Одна смена, тоже по разным данным, порядка 80 часов это делает. Так вот, это очень-очень тяжело. Вы по снегу пройдите, когда снега по колено долго вы пройдете. Не особо, да? То есть понимаем, что это тяжело. Дальше опять же работа на винодельни. Смотрите, пресс. Вот один, да, вот второй. Какая женщина с ним справится? Ну, опять же, даже не каждый мужчина должен быть хороший, физически крепкий человек, да, который сможет совладеть с этим оборудованием. Вот, собственно, потому-то, как бы, женщин особо и не было в виноделе. Это с одной стороны. Но с другой стороны, опять же, давайте посмотрим на исторические события, которые везде происходили. Чем были заняты мужчины на протяжении истории? Не только работали на виноделии. Мы не берем монахов. Да, те спокойно сидели в своих монастырях, делали вино, там все понятно. А если это обычные крестьяне, да, если это какие-то там чуть повыше социальным статусом, чем были заняты мужчины? Войнами. И когда мужчины уходили на войну, опять же, на кого войну забирали? Самых крепких, да, самых сильных. Кто дома оставался? Женщины, дети и старики. Вино не ждало, пока через несколько лет вернется хозяин с войны. Да, кому-то надо было это делать. Да, никто сильно об этом не рассказывает, но просто давайте порассуждаем логически. Если мужчины воюют, кто? Зиноград не будет ждать. Да, и кому-то надо было делать. Делать то, кто? Кто остается дома? Ну, как-то так. Ну, теперь переходим к конкретным личностям. И первая героиня, о которой мы сегодня поговорим, наверняка известна практически всем. Это Барба Николь Клико Пансарден, более известная как Дова Клико. Родилась она в 1777 году в Римсе, во влиятельной политической семье. Отец ее был мэром. А в 20 лет она выходит замуж за Франсуа Мари Клико, наследника винного дома Клико. Но их семейное счастье длилось не очень долго. В 1806 году Франсуа Мари умирает, а Барба Николь в возрасте 29 лет оказывается вдоволь с трехлетней дочерью на руках. При этом дом Клико испытывает определенные финансовые трудности. Тем не менее, Барба Николь убеждает своего свекра дом этот не продавать, а довериться ей и отдать его в управление. Для того, чтобы понимать вообще весь масштаб труда и трагедий, достаточно посмотреть, что в это время во Франции происходит. Это период наполеоновских войн. Тем не менее, Винова Клико прекрасно справляется со своими обязанностями и превозносит вот этот самый винный дом, шампанский дом на всемирно известный уровень. С точки зрения самого виноделия и качества вина, она делает три вещи. Но одна из них самая известная, это ремюаж и дагрожаж. Дрожжевый осадок в бутылках есть, напиток мутный. Конечно, монахи пытались как-то от него избавляться, что-то там делали в песке, но не совсем все получалось, так как хотелось бы и считалось, что при излечении осадка есть угроза пузырька. Ну и в общем-то, то есть какие-то попытки, конечно, делались. Что делает мадам Клико? Она берет кухонный стол, просверливает там множество отверстий и под углом ставит туда бутылки. Таким образом осадок перемещается на пробку, но дальше уже со временем он извлекается, и в бутылке остается кристально прозрачный напиток. Следующие две ее заслуги менее известны и менее значимы. Значит, она выпустила первое винтажное шампанское. На тот момент все шампанские дома выпускали ассамбляж из урожая от нескольких годов. Она выпустила первое винтажное шампанское, и еще она выпустила первое розовое шампанское в 1818 году. А вообще, самая-самая первое розовое шампанское появилось в другом шампанском доме, в доме Рюйнар. Но там оно появилось благодаря ошибке, и не особо знали, как это все воспроизвести. Подкрашивали шампанское соком бузины. Мадам Кликова как бы это не устраивало, и она решила смешать белое вино с красным. Таким образом получила розовое. И вот розовое шампанское именно уже технологически считается ее заслугой. Но кроме ее заслуг конкретно в винотеле, она еще подняла, грубо говоря, с колен винный дом и сделала имя Кликов всемирно известным. В том числе завоевала российский рынок. Сейчас тоже кратенько об этом поговорим. Представьте, это период наполеоновских войн. Пару видео назад, когда я выпускала ролик «Кто не рискует, тот не пьет шампанское», я говорила о том, что в период наполеоновских войн международная торговля практически прекращена. В стране денег нет, они все изъяты на нужды армии. Шампанское особо пить некому. Представитель шампанских домов, дословно, из Хью Джонсона, как стервятники, ездят за армией и там пытаются как-то сбыть свой товар. Так вот, время сложное. Рынки закрыты. Вообще, вина дома Клико, они поставлялись в Россию в 1790 году, но потом все эти исторические события, да, все закрыты. Так вот, представьте, 1814 год, весна. Последние сражения русских и французов происходят как раз-таки в районе Шампании. Наполеон проигрывает, отрекается от престола. Русские оккупируют эту территорию и по легенде мадам открывает свои подвалы и говорит, пусть русские пьют. Сегодня они пьют, завтра они за это заплатят. В мае войска уходят, а мадам фрахтует голландский корабль. Торговля еще запрещена, но мадам берет голландское судно, судно иностранное, как раз-таки, чтобы избежать проблем на море и загружать его под завязку своим товаром, шампанским, и отправляет в Россию. На корабле вместе с бутылками едет ее торговый представитель. 3 июля судно приплывает в Кенинсберг, теперешний Калининград, и оказывается, что запреты на торговлю сняты вокруг ни одного конкурента. И Боне пишет, мадам Клико в Римс, я изучила образцы, даже родниковая вода менее прозрачна, чем они, и у всех вокруг они в восторге от идеи попробовать данный напиток. В это же время Российский император также находится в Кенинсберге, его двери оказываются для Боне открытыми, но поскольку есть качественный товар, нет конкуренции, то за шампанским выстраивается очередь. И Боне пишет, мадам Клико, если у вас есть качественный товар, то вам достаточно назвать только свой номер в гостинице. Перед вашей дверью сразу же образуется очередь. Конечно, Россия – это не единственный рынок, с которым работала мадам Клико. Она продавала свое шампанское и в другие страны. Сама она никогда не выезжала из Римса, но вела очень обширную переписку. Она просила своих секретарей копировать исходящую корреспонденцию. И на сегодняшний день в хранилище дома Клико есть порядка 150 тысяч писем. Но это все вместе. И входящая, и исходящая корреспонденция. Та переписка, которую вела мадам Клико для того, чтобы продавать свой товар. И еще один такой небольшой момент, одна ее небольшая, а может быть и большая заслуга – это брендирование своего товара. Мне посчастливилось попробовать шампанское этой марки. Это был подарок от мужа на Новый год. Знаменитая оранжевая этикетка, как говорят, что желток местных кур. Более того, значки VSP на лампах свечи. Вот не видно, вот VSP. Удала Клико под Сардем. Тоже это была фирменная ее аббревиатура. И уже на тот момент кто-то попытался также использовать эту аббревиатуру, за что сильно пострадал. Были и суды человека приговорили двести годам или каторги, или заключении. Смотрите, как бы негативно не относились к женщинам, но как называется напиток? Вдова Клико. VSP стояла еще в те времена. Этот напиток имел огромный успех. Следующая наша героиня это мадам Померец. Или Помери. Тут я не знаю, как правильно ставить ударение, но я считаю, что это не так важно для нашей истории. Есть еще один момент касательно ее имени. Везде в интернет-источниках, ну понятно, что они друг друга переписывают, говорят о том, что Луиза Померец. В книжке «Женщина и вино», откуда я черпала большинство информации, ее зовут Жанна Александрина Мелин. Ну, Мелина девчьей фамилии. Что из этого истина, неизвестно. Тем не менее, когда я искала информацию, искала фотографии, то мне попалась фотография, где изображены две женщины и написано «Мадам Помери» и ее дочь Луиза. Поэтому вполне вероятно, что кто-то взял Луизу и везде стал ее писать. На самом деле, все-таки это Жанна Александрина. Впрочем, для нашей истории это не имеет такого же глобального значения. Как видите, пришла маленькая помощница. Будем пробовать снимать вместе. Итак, продолжаем разговор о нашей героине. Родилась она в 1819 году и росла в женской семье. Вдовая мать и две тетки, одна из которых не замужем, вторая тоже вдовая. тем не менее, она получает хорошее образование в частных школах Франции и Англии. Да. И мы. Все, садись ко мне. В 1840 году наша героиня выходит замуж за Луи Александра Помери. И история говорит о том, что никакого участия в бизнесе мужа она абсолютно не принимала. Тем не менее, когда он умер в 1858 году, она заявила, что я решила продолжить делать и занять место своего мужа. Ну, честно говоря, даже на сегодняшний день, когда огромное количество информации, то вот так вот сразу занять чье-то место и продолжить делать достаточно сложно. А тогда было еще сложнее. Поэтому могу предположить, что все-таки какое-то участие в этом бизнесе, в этом деле она принимала. На момент смерти мужа ей было 39 лет. Спустя два года она нанимает экспортного менеджера для работы на рынке Англии. А еще спустя год, в 1861 году, она уже открывает свое агентство в Лондоне. Помним, она училась в Англии, она знала вкусы англичан и, собственно говоря, старается выпускать свой напиток, чтобы угодить именным. Отказывается выпускать тихие вина и сосредотачивается исключительно на шампанском. А в 1870 году она создает первый брюд. Мадам Клико, возвращаясь к ней, она знала, что русские любят сладенькое. И ее шампански были нереально сладкие. Добавлялось очень много сахара. Англичане же наоборот любили сухие вина. И вот специально для них, вплоть до того, что говорят, специально для королевы Виктории, мадам Помери создает сухое шампанское брюд. Кроме того, чтобы польстить своим английским клиентам, мадам Помери даже свой дом строит в английском стиле. Свои погреба она украшает различными барельефами, наполняет произведениями искусства. Вот несколько фотографий я здесь вставлю. Конечно, сложно найти в полном мире, как это все выглядело и выглядит. Тем не менее, есть некоторые фотографии, где можно посмотреть, что даже сейчас погреба мадам Помери это не просто вина погреба, это еще и, можно даже сказать, музей произведений искусства. Более того, если мадам Клико в виноделье у нее была, словно здесь жила она там, то мадам Помери строит свой дом рядом с винодельней, чтобы быть все время на месте и чтобы не только смотреть бухгалтерскую отчетность, но и контролировать, что происходит непосредственно на производстве. Конечно, некоторые злопыхатели приписывают часть ее заслуг ее помощнику Генриху Вансье. Однако, в 1870 году случилась очередная война и Вансье, как и многие другие работники винодельней, был призван в армию. Тем не менее, шампанский дом работал, благополучно существовал и развивался. Также на мадам Помери работал не только на английский рынок, на другие, тоже вела обширнейшую корреспонденцию и увеличила объем производства 45 тысяч бутылок на момент наследования дома в год до 2,25 миллиона в год на момент ее смерти. То есть, понимаете, что нарастить такие объемы в те времена, это была достаточно большая заслуга. Но мы с вами переносимся в Португалию и следующую нашу героиню зовут Дона Антонио Аделаида Феррера. Сразу надо говориться, что Португалия к правам женщин вообще была очень жесткой. И только в 1969 году женщины получили полноценные права. До этого времени, например, если женщина была замужняя, она не могла без разрешения уже выехать на границу, не могла получить паспорт. Но вообще там все было сложно. В Конституции, по-моему, в 1933 году говорилось, что женщина вообще ни на что права не имеет. Тем не менее, даже вот в такой ужасно консервативной стране появилась женщина, винодел, женщина-владелица винного дома, которая смогла обрести определенную известность. Родилась наша героиня в 1811 году, но в отличие от двух предыдущих, она не наследовала винный дом и винный бизнес от мужа. Это было достояние ее семьи, которое было создан ее прадедом в 1751 году. Она выходит замуж за своего кузена и поместьем управляет он, правда удаленно, скажем так, из-за порта. Ну, управляет громко сказанно, больше ведет разгульный образ жизни, тратит эти деньги. В это время Дона Аделаида находится в Дору, скажем так, при хозяйстве. Да, она не принимает явного участия в делах фирмы, тем не менее, она вот здесь, скажем так, рядом в производстве, занимается семьей, растет детей. Она как в 1844 году в возрасте 33 лет она становится вдовой. Из благословения отца начинает активно заниматься виноделем, а после его смерти становится единоличной владелицей. Но, скажем так, на период ее управления приходится очень большая сложность. И в это время из Америки в Европу завезли Аидиум, который очень сильно поражает виноградники. Примерно в это же время случается у нее, скажем так, личная драма. Премьер-министр пытается сосватать своего сына за ее дочь. На тот момент девочке 12 лет. Он говорит там до совершеннолетия, пусть она как бы живет с тобой, но тем не менее или уже выдать замуж, либо какие-то такие предварительные договоренности должны быть. Дона Антония не соглашается и начинаются угрозы. Что она делает? Она переодевается в крестьянку, забирает дочку и они бегут в Англию, где проводят два года. И к моменту своего возвращения мало того, что оидим, еще и бушует филоксера. Многие хозяйства разоряются, многие люди оказываются без работы. Что делает Дона Антония? Она финансирует и стимулирует научные исследования, которые помогают бороться с этими недугами. Она создает рабочие места для тех, кто разорился, ну и выкупает рядышком земли тоже разорившихся землевладельцев. И таким образом она становится самой крупной землевладельцей. Понятно, что у нее были на это средства, но дело-то довольно рискованное, чтобы так их вкладывать. Тем не менее, она это делает. Кое-что она делает и для своих потомков. На тот момент они живут в Дору, и выдерживать и разливать портвейны можно только в другом месте, в другом городке, там портхаус, по-моему, называлось. Часть вина она отдает туда и она выдерживается там, а часть вина сохраняется в ее погребах, там же зреет, там же развивается. Хотя по закону такое вино не может называться портвейном. но в 1886 году это ограничение снимается и вина выдержанная в Дору и разливая также могут называться портвейном. Конечно, Дона дала еды на тот момент уже нет в живых, но своим потомкам грубо говоря она оставляет вот такое замечательное наследство. На сегодняшний день вот это хозяйство семья продала его, тем не менее, в управлении находится один из ее потомков. Ну это была самая богатая женщина в Португалии и смотря на такие сложные времена она смогла это сделать. Теперь мы переносимся в Австралию и последняя наша героиня это Мэри Пенфорд. Мэри Пенфорд приезжает вместе со своим мужем доктором Пенфордом из Англии в Австралию в 1844 году. Доктор считает, что вино это замечательное лекарство и вместе с собой в Австралию он привозит 50 лоз сорта гренаж. Там они высаживают эти лозы и начинают заниматься виноделием. Здесь данные расходятся, что все-таки Мэри больше занималась виноделием, а доктор врачебной практикой. Есть другая версия, что доктор в итоге бросил врачебную практику и решил сосредоточиться на виноделии. Но какову бы роль не играл здесь муж, Мэри управляла виноделием, но уже после его смерти становится единоличной владелицей. Да, в ее окружении есть еще двое мужчин, которые хотят в этом поучаствовать и участвуют. Один из них это ее зять Томас Фрэнсис Хайланд, но он рассчитывал на то, что Мэри слабая женщина, со временем она от всего откажется и управление окажется в его руках. Но не тут-то было, Мэри все это заметит, отстранила его отдел. Второй участник это Джон Гиллард, она приобрела его виноградники и он стал ее помощником. Для чего все это расширялось? Она считала, что не нужно продавать вина моложе четырех лет. Соответственно, должен быть хороший запас вина, чтобы была возможность и выдерживать, и продавать. За время ее управления хозяйство расширилось с 80 гектар, которые были еще при ее муже, до 400 гектар на момент ее выхода на пенсию. и в архиве фирмы хранится вырезка из газеты 1874 года, где указано, что Мэри Пенфорт сама лично контролирует абсолютно все процессы, которые происходят на виноделии. На сегодняшний день это одна из самых крупных виноделий на Австралии и она все так же принадлежит семье Пенфорт. То есть, как видите, несмотря на то, что виноделие считается мужской индустрией, тем не менее в его истории вписаны женские имена. Ну, конечно, в 20 веке и в 21 женских виноделий гораздо больше. На многих предприятиях работают женщины-виноделы и не исключено, что бутылки вина, которые вы откроете сегодня либо открывали вчера за ужином, также предложила свою руку женщина. Но повторю фразу, которую я сказала в начале ролика. Во многих сферах, в том числе и виноделии понятие мужчина-женщина не совсем правильно. Есть понятие мастер своего дела. И если человек относится ко всему с душой, если изучает процессы, если хочет получить хороший результат, то он его получит, независимо от кого. Единственное, что женщинам, по крайней мере, на протяжении истории пришлось пройти чуть более сложный путь. Надеюсь, ролик был вам интересен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, под видео нажав кнопку счет. Ссылка на каталог наших сортов и награды и наши контакты. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok